Американец Пол Модрич, канадец Артур Макдональд, белорусска Светлана Алексеевич. Лауреаты Нобелевской премии мира создают будущее, потому что благодаря им идёт вперёд мировая наука. У каждого из них были и есть свои учителя. Я вам скажу, там у нас буквально одна глава из романов. Знакомьтесь, учитель года Алтайского края 2015 Татьяна Вершинина. 19 лет она преподает русский язык и литературу в 55-й Барнаульской школе. Вы знаете, я пытаюсь себе всю жизнь объяснить, почему я пришла в школу. Насколько я помню, начиная с детского садика, я хотела быть педагогом. Я в этой профессии уже скоро 20 лет, и то, что я с удовольствием прихожу на уроки к своим ученикам, и то, что я до сих пор продолжаю участвовать в конкурсах, это как раз говорит о том, что я свою профессию люблю. И я до сих пор себя не вижу ни в какой другой профессии. Попробуем доказать школьную теорему. Старейшая профессия – учитель, профессия будущего. Автор самого известного пособия по педагогике Гилли Франсуа утверждает, что только человек может научить другого человека работать с информацией. А профессор Иван Подласий приводит в своей книге древнеиндийское изречение о том, что без наставника невозможно научиться мыслить и понимать окружающий мир. Ну как без образования человек? Хоть читать, писать он должен. Без учителей нет будущего. Они дают базу для жизни. В этом единодушны все, кого мы опросили на улице. Но учитель будущего, по мнению большинства наших респондентов, будет отличаться от сегодняшнего. Новые предметы какие-то, может быть, добавятся. Допустим, как выжить при апокалипсисе. Как уместить с собой в карманах больше банок тушенки, допустим. Как спрятаться в бункере. А вот как видят свою задачу и свой образ сами будущие учителя. Во-первых, учитель должен быть ярким, импульсивным и достаточно эмоциональным. Чтобы дети, приходя на урок, на какое-то предмет или на какое-либо мероприятие, получали море позитива и эмоций. Мне кажется, я буду очень веселым педагогом. И дети будут с радостью приходить на мой предмет. Ну, еще у меня будет очень такая жесткая система оценивания, которую я уже продумывала, не смотря на то, что я на первом курсе. Сегодняшний спрос на учителей выше предложения. В Барнауле, где работает Татьяна Вершинина, по данным Центра занятости, на одного соискателя приходится три вакансии. Сегодня в интернете множество самых разных рейтингов профессий. Например, вот в этом сказано, что через 10 лет ожидается большой спрос на инженеров, нанотехнологов и логистов. У каждого из них есть свой преподаватель, обучающий основам ремесла. А значит, учитель – это профессия будущего, что и требовалось доказать. Валерия Бычкова, Александр Антропов, Николай Шилко, Александр Морозов. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok